Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Assassin's Creed Unity, и сразу же приступаем к следующему сюжетному заданию. Часть 7, воспоминание 3, противостояние, сложность 4, кстати. Задание повышенной сложности, приобретайте навыки, оружие или снаряжение, чтобы повысить свой уровень. Блин, так, давайте посмотрим тогда навыки. Ближний бой, у нас есть 10 очков навыков, на самом-то деле, очень даже неплохо. Так, носить мощные удары древковым оружием, когда древковое оружие в руках, удерживайте X, чтобы нанести мощный удар. Позволяет наносить мощный удар одноручным оружием. У нас по идее как раз одноручное оружие, то есть зажимаешь, удерживаешь X, давайте купим, почему бы и нет. Отлично. И осталось у нас с вами еще 6 очков. Что мы можем носить в мощный удар тяжелым оружием, неинтересно. Так, дальний бой. Создавать тайники неохота, использование кошельков тоже. Использование гранат. Призрачный клинок с раздвумя зарядами, также додуматься использовать клинки берсерка. Вот это, конечно, неплохо. Навык использования оглушающих гранатов, которые позволяют оглушать группу врагов. Так, в топку. Незаметность. Создать орлиное зрение, маскировать себя и своих союзников неинтересно. Меньше урона падения и быстрое восстановление после падения. Вот это вот, наверное, неплохо. Нажмите Б при поземлении. То есть перекат. Стремительно передалось на атаку с воздуха, поражающая две стоящие одном цели. Чтобы выполнить, нажмите их, что это, по-моему, круче всего. Так что давайте это сделаем. Двойное убийство. Ну и, в принципе, два очка. Я думаю, что вряд ли на что-то хватит уже. Так что нафиг. Так, хорошо. Так мы можем это задание включить в итоге или не можем? Да, можем. Убийца Мирабо оставил след. Выследите его и совершайте правосудие. Окей. Очаровательно. Что ты хочешь найти? Аптекарь говорит, что доставил яд сюда. Я надеюсь почуять след и потом выследить убийцу. Почуять след? Что, ты теперь гончая? Нечто вроде. Так. Идите по следу. Давайте посмотрим. Угу. Есть контакт, кажется. Хорошо. Куда дальше? Так. А неплохо. Неплохое умение, Арно. Ты теперь реально можешь называть себя гонщиной. Так, наверх. Я пойду за тобой. След ведет сюда. Элиза. Ты уверен? Уверен. Нет. Жди тут. Ну вот еще. Я не пущу тебя туда одного. Элиза. Пойми, это мой долг. Прошу. Понимаю. Только возвращайся. Обязательно. Я думаю всего лишь парочку смертей, парочку фейлов, потому что задание сложное. А потом я сразу же вернусь. Так что не переживай. Все будет хорошо. Так, ладно. Лекарство у меня вроде как есть. Скрытый клинок давайте поставим тогда, наверное. Призрачные клинки. Ну и, в принципе, вперед с песней. Пошли. Только вот, наверное, пожалуй, не здесь лучше забираться. Лучше всего это сделать где-нибудь тут. Ну так-то лучше. Найдите убийцу. Еще выше. Окей. Давай, Арно. Тоже убийца. Надеюсь, что в этой серии мы это выясним, в этом задании все-таки. Найдем и накажем. Виновного. Долго же ты шел, щенок. Да ладно. И, конечно, ты. Кто же еще? Вопрос в том, что дальше? Ты отравил Миробо. Он отравил нас. Мир с тамплиерами. Это сказки. И ты решил сам спасти братство. Думаешь, такое случилось впервые? Ассасины часто были вынуждены идти на крайние меры. Или ты считаешь, что Орден вернул себе былую мощь просто так? Нет. Нет. Масьяф. В армии мир с врагом называется предательством. Предательством. Да нет. Не только я могу спасти братство. Мы с тобой. Вместе. Белек. Сам знаешь, я не могу. Как жаль. А мне-то как жаль. Да уж. Жестоко, Белек. Надо было мне догадаться. Прости. Но мое оружие будет быстрее, чем твое. Так. Убить его или оставить? Видимо, придется убить. Черт. Какой ты все-таки упрямый парад. Давай, давай, давай. Мне говори. Ну же. Да, Белек. Сукин ты сын. Надо было догадаться реально. Помните, как он тара вопил? Давайте лучше оторвем и башку и отправим, типа тамплиером. Да. Надо было реально догадаться. Ау. А, я такие удары тоже могу делать же. По идее. Ну-ка посмотрим. Как тебе? Нравится? Кажется, нравится. Как же я ошибся. Решил, что ты можешь думать сам. Могу, Белек. Но сам, а не так. Ау. Зафейлил. Давай, 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 давай. Еще раз. Офигеть. Должно быть, это было больно. Тамплиеры вырезали целые деревни, надеясь убить одного ассасина. Мальчишка, что ты успел повидать за свою жизнь? Я видел, как великий магистр тамплиеров вырастил сироту, как своего родного сына. Так, братюня. Оп. Курок. Ау. Это нечестно, я тоже так умею. Сволочь какая. Так, спокойно. Мощный удар. Еще мощный удар. Вот так. Ну, может быть, уже хватит, Белек. Я же сильнее тебя, моложе. Арно. Все хорошо. Стой там. Блин, где он? Надо было оставить тебя гнить в постели. Скажи, ты когда-нибудь верил в следу? Или всегда был на стороне от амплиеров? Зачем ты так? Не надо, Белек. Это твой выбор, не мой. Поступи ты разумно. Братство могло бы достичь небывалого расцвета. Да где же ты, блин? А чтобы оно вас пряло из пепла, ты готов убивать всех, кто не согласен с тобой. Так, это реально интересно, потому что я его не вижу. Берегись! Это ты зря, конечно. Сделал. Это ты реально зря. Вот за это ты теперь получишь явно. По заслугам. Сволочь. Убить ее хотел. Давай. Если ты человек убеждений, а не просто влюбленный болван, ты убьешь меня. Прости. Мне жаль. Спасибо, Дим. Надо же все-таки вернуть тебя домой, к сыну. Правда? Ты обронил. Да. Будь я проклят. Поступишься принципами? Арно за нее поручился. Не веришь ему? Ему верю. Девчонки ни капли. А тебя не переубедить? Боюсь я. Так и думал. Выпьем ее. Да. Да. Как же так? Так наивно, Миробок. Покойся с миром. Выпьем, говорит. Да, и все. Еще есть несколько секунд, ты уже труп. Вот так-то, блин. Никому нельзя доверять. Даже самым близким людям. Ну что же, покойся с миром, Белек. Покойся с миром, Миробо. Офигенные воспоминания. Давайте оценим на 5 баллов тоже. Очень понравилось. Даже как и предыдущая миссия. Реально круто. Так, мы получили костюм мастера Ассасина Белека. Неплохо. Очень даже неплохо. А еще открыли новый прием. Сильную атаку. Эм, не хотел прерывать трагическую сцену, но у нас снова проблемы. Епископ, слышишь? Да, ты знаешь, что делать. Открываю мост. Кажется, Абстерга еще бесятся из-за того, что ты сделал месяц назад, Тикан. Похоже. Ладно, мост открыт. Вперед. Суешь нос на серверах. Абстерга, будь готов, что тебе прищемят хвост. Мы не просто нос сунули. Мы кое-что сперли. Удалили данные о предтечах. Сожгли пару серверов. Готово. Ну да, всего лишь-то. Так, ладно. Хорошо. Давайте пройдем через портал, посмотрим, что на этот раз от нас захотят. Надеюсь, не спрятят дороские очки по 10, по 20, по 40. Помните, мы бегали? Это было как минимум немножко глупо. Позже поговорим. Достижение получено. Разгадка. Да, жесткая разгадка. Представьте, если бы я обвинил бы этому Лизу. Или того, этого парня. Найдите выход из токов. У вас есть непотраченная эскизь хранитации. Бла-бла-бла. Перейдите в меню. Класс. Обожирал. Да, без проблем. Ох ты, мать его. Талки? Сирены? Офигеть. Захваченный Париж, 1944 год. Твою же дивизия. Захват мостов доступна новая награда. Доберитесь до эльфовой башни. Блин, это просто потрясающе, друзья. Вот ради таких моментов именно и прощающей Бесофту все что угодно. Любые баги, любые затупы с управлением и так далее. Просто ради этого можно уже все простить. Вы только посмотрите на это. Охренеть. Так, как всегда, времени мало. Неполные воспоминания опасны. Ты должен найти выход. Понятно. Я попытаюсь помочь. Да, ты уж попытайся, пожалуйста. Карабкать нажимаете. А, чтобы карабкаться. Так, на это, понимаем, нужно стараться не попадать в поле зрения прожекторов. Может быть, даже стоит пониже по этому поводу спрыгнуть пока что. Так, давай-давай, ползем, ползем, ползем. Лучше надо держаться с правой стороны. Блин, просто офигеть. Мы забираемся на эльфовую башню. Об этом можно было только мечтать. Вот это реально круто. Так, только как дальше-то, интересно, куда? Твою мать! Офигеть. Так. Бегом, бегом, бегом. Ау, жесть. Блин, слушайте, а реально хорошая игра могла получиться в этом сеттинге, да? Что-то типа, допустим, саботера. Помните, я играю? По-моему, было бы реально прикольно. Так, ладно. Я так полагаю, мне теперь сюда. Блин, реально офигенно сделано. Черт. Аккуратно. Медленно, но верно. Только вверх и вперед, Арно. Только вверх и вперед. Так, тут, я полагаю, надо на рестнице перебраться. Жесть, конечно. Блин, вы только посмотрите на это. Просто потрясно. Да уж. Так, хорошо. Воу! Ну, будем считать, что у меня получилось пятаться с самолетом. Что это такое? А, да ладно, нифига. Есть, самолет надо сбивать. Вот это да. Вот это жесть. Да давай ты, ну! Пипец. Вот такого я явно не ожидал у Сосинскрит. Сосинскрит. Шесть. Вот он. Вот выход. Быстрей. Окей. Я тебя понял. Скорее. Надо торопиться. Твою мать, куда ты? Ты что, придурок? Блин, ты чего же круто. Просто невероятно. Так. Шикарно. И что теперь? Так, направо. Аккуратно наверх. Скорее. Блин, здесь колючая проволока. Давай, Арно, прыгай. Мать твою, давай внутрь. Ох, это было опасно. Практически попал. Свет прожектора. Блин, нереально. Вот если будет оценка этого воспоминания, я оценю это, наверное, в шесть баллов из пяти, потому что это настолько невероятно круто, что просто нет слов. Так, окей. Давай, давай, ну же. Уходим, 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 уходим. Это было больно. А есть лекарство? Есть. Отлично. Дальше куда? Еще выше. Давай. Уже почти на месте. Не хочу тебя нервировать, но портал крайне нестабилен. Это понятно. Черт, пропал. Иди дальше, сейчас восстановим. Дальше? Скажи, куда? Угу. Было так. Прыгай. Ну ладно. Офигенно. Вот это было реально круто. Так, оценить. Да, здесь просто, блин, без вариантов. Пять баллов. И никак не меньше. Надеюсь, что вам тоже понравилось, друзья. По-моему, было реально круто. Единственное, что не хватало, это врагов. Чтобы еще фрицы бегали там. Реально, что нужно было подкрадываться к ним, убивать их тихонечко. По пути наверх на башню утра было бы вообще реально круто. И вуаля. Вот и мы. Дворец Тюлери. 72-й год, 10-й области. Это зависит от посвященного. Не я оставляю по Парижу столько цифровых следов. Он как щенок с грязными лапами, без присмотра. Принято. До связи. Так, получается, прошел еще год. Давайте утра почитаем свежую прессу. Посмотрим, что пишет. Так, я знаю, что это кафе-театр. Пожалуйста, закройся. Парижский журнал 1792 года. После беспорядков возле дворца Тюлери, законодательное собрание постановило отрешить короля от власти. Он был помещен в Тампиль вместе с королевской семьей под усиленной охраной. Уличный фонарь дал выход народному гневу. Многие годы фонари горели над головами людей, но среди голода и тревог одного их света было мало, чтобы святить мечты французов о завтрашнем дне. Сегодня же народ использует фонари, чтобы оттолить жажду справедливости. Гражданин Шап с большим успехом продемонстрировал технологию передачи сообщений. Известия дошли до Парижа, до Лилия потрясающе быстро, за пару часов. Чудо современной науки. Гражданин Сансон, палач Парижа, просит пожертвовать ненужные отрепыли для того, чтобы вытереть гильотины ее постамента излишки крови. Работа малоприятная, но помощь очень нужна. Гигант-убийца? И снова слышны глупейшие рассказы о гиганте, который шныряет по улочкам рядом с Двором Чудес. Накрестные граждане нарекли его гигантским искриотом, а мы назовем его видением подзаборных пьяниц. Странно, гигант-убийца, я же уже забрался с ним, уже убил его. Какого черта тогда, спрашивается. Так, ладно, самое время пойти собрать, собственно, дань. У нас там уже должно быть, ну, 1386 монет. Если я не ошибаюсь. 1380. Ошибся на 6 копеек. Так, и того, что у нас денег? Может быть, купить кебуру, а может быть, улучшить? Не знаю, даже надо подумать. Давайте посмотрим. Так, что мы имеем по деньгам? 4900. Да нет, пожалуй, мало, это не хватит ни на что нормальной одежды. Так что давайте нараво лучше, чтобы потом больше денег собирать. Подвиньте-ка, старина. Пожалуй, восстановим что-нибудь еще. Так, это готово. 5 штук. Блин, не хватает сущей копейки. 23 монетки. Ну, давайте подождем. Я думаю, что скоро накопится. А пока посмотрим, что мы тут еще можем сделать. Да, по сути, ничего, на самом деле, наверное. Давайте просто немножко погуляем, подождем. 23 монет, я думаю, что это довольно быстро. И потом уже прокачаем. О, как раз можно выполнить пока второстепенное. Напугать из-за дир. Напугал? Можно еще так сделать. Отлично, напугал. Получилось. Задание в толпе выполнено. 8 из 20. Так, хорошо. Самое время тогда вернуться обратно в кафе-театр. И снова подойти к интенданту. Надеюсь, на этот раз там накопилась нужная сумма. Блин, только мне не подсвечивается. И фиг его знает, куда-то идти. Я, честно говоря, не помню. По-моему, сюда. Так, подожди сюда. Что-то как-то... Нет, неправильно. Вот он сидит. Блин. Пока нету нифига. Черт побери, а. Обидно, очень обидно. Не хватает сущих копеек. Эх, где же их достать? Тут кое-что есть, говорит, для себя. Кто это говорит? А, это опять это самое, наверное. Давайте пока возьмем миссию в театре именно. Почему бы и нет, собственно. 1400 монет. По-моему, очень даже неплохо. Найдите Розу Бертен и доставьте ее в безопасное место. Награда. У актеров сцены в кафе-театр появились новые костюмы. Принять и отслеживать. Роза Бертен согласилась сделать костюмы для театра. Но, судя по всему, прошлое все же не спасло ее от радикалов. Деяния апостолов разгромили ее лавку, а сама она пропала. Я волнуюсь. Попробуйте разузнать о ней в море. Да не вопрос. Главное точку покажи, куда идти, а дальше я все сделаю сам. 200 метров, недалеко. Ну, давайте так выполним этот квест. А там как раз я думаю, что к этому времени деньги уже не накопятся. И можно будет пойти, когда его сдавать, раз заодно и прокачать, наконец, кафе-театр. Я, честно говоря, поначалу думал, что особое-то занятие, это пользу никакой не приносится. Бессмысленно, что буду в этих краях я довольно редко. И что деньги эти буду постоянно забывать брать. Но в итоге, получается, нет. Очень даже часто я здесь бываю и деньги беру. Своевременно. Поэтому, почему бы и нет. Почему бы еще у него лучше, чтобы еще больше увеличить доход. Да к тому же, миссии такие тоже не слабые дают, в принципе. По 1400 монет за выполнение задания. Грех не выполнить. Учитывая, что не особо-то они и сложные, по-моему. Привет. Помеха, говоришь. Ну смотри, как тебе мой новый удар. Понравилось? По-моему, да. Ну, сколько там? Всего лишь 150. Мало. Такая охрана была, и всего 150 монет. Найдите розу Бертен. Так, очевидно, она зарезает на здание. Сверху всегда лучше видно. Районы море. Угу, а вот и она. Упс. Тихо, 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 ребята. Ау. Давай. Ах ты, твою мать. Слушайте, бьютер-разборка нас ожидает, чувствую. Да я нажимаю парировать. Сейчас нажимал. Он сейчас парировал, правда. Так, минус еще один. Так, хилися, хилися. Ау. Ау, ау, ау. Пока побегаем немножко кругами. Фига ты нагнулся. Жаль, мы вообще не всех вас прикончим. Он долго не продержится. Ну давай, добивай его. Хорошо, двигаешься. Парадный транс случился. Где-где гаешь? В борделе? Ау. Черт, сволочь. Заходите за спину. Хорошо. Отъехал, товарищ. Даже не вздумай доставать свой долбанный пистолетик. Хорошо вошло. Ох, блин, колокол. Вот сволочь. Где же я их, правда. Фиг его знает где. Уже, наверное, очень далеко. Мисс. Мадам Бертен, полагаю. О, вы должны быть друг Шарлотты. Я хотела забрать свои вещи у негодяев, но... Ладно. Ни слова больше. Уходите. Я разберусь. О, благодарю. Да не за что. Так, хорошо. Теперь, так полагаю, нам забрать вещи. Верните костюмы 0 из 3. Что они сделают ради собственного бизнеса, ради собственного кафе, да? Ну? Хорошо. Отъехал товарищ. Давай, 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 давай. Скорее, 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 пока тебя никто не впалил. Замечательно. Один костюмчик есть. Уходим. Просто тихо, осторожно уходим. Готово. Изи-бризи. Так, теперь следующий. Эй, эй, меня обчистили. Где у нас? Ага, вижу. Тут, в принципе, пару стражников есть. А вот тебе и А. Отлично. Второй костюм готов. Простите, сэр. Надеюсь, я не особо помешал вашему творчеству. Иди сюда, трусливый подле! Сам иди сюда. А ну, стой на месте! Угу. Стою, не двигаюсь. Так, хорошо. Остался последний, третий костюм. Сто метров нам для него двигаться. Я это предлагаю сделать лучше по крышам. Вот так ты лучше. А ну, ты лучше. Так, давайте посмотрим. Угу. Вижу. Так, ну что, у нас тут, по идее, трое стражников. Особо ничего страшного нету. Быстренько этого парня убиваем. И забираем. Вот и все. Так, и как же мне теперь дотащить все это в театр? Да ладно, это, по-моему, самое наименьшее. Из всех зол возможных. После того, что ты сделал. Дотащить это в театр, по-моему, никакого труда не составит. Что-то по каким-то запретным зонам я шарюсь. Все, готово. Продолжить. Не будем оценить воспоминания. Что, по сути, оно на не стоит оценки. Просто такая второстепенная миссия. Но, на самом деле, довольно прикольная. Мне понравилось. Так, ребята, извините, извините. Что-то зря я тут бегаю кругами. В общем-то, ладно, друзья. Предлагаю на этом утро закончить. Пишите в комментариях, что по этому поводу думаете. В целом, серия получилась, по-моему, очень интересная. Особенно вот это вот путешествие. В этот очередной разлом на Эльфовую башню было реально круто. Старайтесь ваше мнение в комментариях. Не забывайте побольшие пальцы вверх. И, конечно же, подписываться на канал, кто-то спор этого не сделал. Потому что здесь очень много всего интересного. А для вас, крыло, комментировала Валда. Это была игра Assassin's Creed Unity на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok